Первый, но уже известно, что не последний. В Ташкенте завершился форум межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. Активное участие в нем приняла и делегация Самарской области во главе с Дмитрием Мазаровым. Какие соглашения были подписаны и, главное, какой результат они должны принести Самарской области, подробности в материале наших корреспондентов. Это первый столь масштабный визит российской делегации в Узбекистан. 1200 представителей, глава государства, весь кабинет министров, губернаторы 10 регионов, бизнесмены. Как скажут на форуме, это говорит о заинтересованности в сотрудничестве. Товарооборот, как мы уже говорили, неоднократно сегодня, в 2017 году вырос на 34%. В январе-августе увеличился еще на 30%. Мы видим, что контакты между российскими субъектами и областями Узбекистана становятся все более интенсивными и разнообразными. В текущем году уже состоялось выше 20 взаимных визитов руководителя региона. Самарская область на форуме в очередной раз подтвердила свой статус «Сердце России». Площадка региона – одна из самых посещаемых. Вот, к примеру, заместитель премьер-министра Узбекистана и министр промышленности России. Они признаются, о самарской сельхозтехнике знают. Продукция, выпускаемая этим заводом, уникальна. Несколько деталей. Колеса легкие и узкие. Давление от них сопоставимо с давлением от человеческой ноги. То есть растениям они урон не нанесут. В кабине все с комфортом. Климат-контроль, навигация. Одна такая машина заменяет несколько агрегатов. Она многофункциональная и быстро трансформируется. Это видео-машина на выставке. Мы готовы с вами сразу сотрудничество в плане локализации. Потому что спрос большой, я сразу скажу. И это и вам выгодно, и нам выгодно. Этот первый форум межрегионального сотрудничества явно будет способствовать расширению связей. Самарской области есть, что предложить своим коллегам. Технейший у нас сельхозпроизводитель самостоятельность. У нас 342 тысячи гектаров в насильной площади. В следующем году будет еще тысяча на 15 площадь. Каждый год увеличивается. Готовы общаться на тему поставки любого качества, которое может быть. То есть мы производим и мягкую пшене, и твердую. Соответственно, мы готовы общаться. У нас перспектива есть поставки через Каспий, прорабатывая. Уже пробные поставки были. Мы первую боржу отгрузили на Иран, на прошлой неделе. Проверяем сейчас, как работает канал. С несколькими регионами Узбекистана на форуме были заключены соглашения. Все детали станут известны уже скоро. Недавно у нас была поездка в Самарскую область. Она была очень продуктивной, и были налажены контакты с рядом компаний Самарской области. Особенно хотелось бы отметить о том, что очень большие перспективы продвижения свежей плавочной, переработанной продукции на рынок Самарской области и ближайших регионов. Кроме того, мы видим большие перспективы по продвижению, развитию, продвижению экспорта текстильной промышленности. Отдельно хотел бы отметить о том, что нас очень сильно заинтересовала деятельность ряда компаний, которые специализируются в сфере фармацевтики. Немаловажные договоренности были достигнуты с нефтегазовой компанией Узбекистана. Имеется у нас большой потенциал налаживать сотрудничество в области науки, также в области бурения, использования российских высоких технологий в сфере геологоразведки Узбекистана. Значит, предварительно договорились, что в ноябре будут отдельные визиты, будут привлечены специалисты узкого направления и будет обсуждено конкретное направление сотрудничества. А этот документ, можно сказать, наделал много шума, оно и понятно. В Самарской области будет создан логистический центр по распределению текстильной продукции. Хлопок. Этим Узбекистан славится. Качество отменное, цены невысокие. Путь к самарцам без посредников. В первую очередь, это широкий ассортимент натурального, качественного продукта и минимальная цена, потому что сокращаются все ненужные логистические плечи. Потому что исторически, к сожалению, у нас вся продукция распределялась из центра, из Москвы. Мы хотим этот тренд поменять, естественно, в нашу сторону. Как драгоценность за стеклом, хотя попробовать наоборот рекомендуется. Вкуснейшие свежие фрукты и овощи Узбекистан будет поставлять в Самарскую область. Ассортимент огромный. Это начало большого пути. Если мы сегодня на самом деле друг друга создадим все условия, мы совместно, как я уже сказал, у нас очень много есть проектов, чтобы совместно выходить на третьи страны, на третьи рынки. А это все, что мы сегодня планируем для этого, чтобы мы создавали конкуренции. И эта конкуренция, чтобы она была, наша продукция выпускаем, была конкурентоспособной. На форуме делегация Самарской области обсудила и сотрудничество в плане подготовки кадров. Уже сейчас немало студентов Узбекистана предпочитают вузы 63-го региона. Поднимались и вопросы миграционной политики. Этот форум дал возможность эффективного диалога, и он явно будет продолжен. За эти два насыщенных дня наши предприятия нашли себе деловых партнеров, нашли новые рынки для сбыта своей продукции. Это крайне важно. Мы окажем всемирную поддержку и со стороны правительства региона будем укреплять экономические связи. Благодаря соглашениям, которые мы заключим с Узбекистаном, с областями отдельными Узбекистана, ну и, конечно же, будем способствовать кооперации. А значит, будут открываться новые предприятия, создаваться новые рабочие места. Да, в последнее время правительство Самарской области уделяет большое внимание инвестиционной политике, участвует в международных форумах. От того, насколько привлекателен регион для бизнесменов, напрямую зависит его развитие. А значит, то, насколько комфортно в нем жить. Анна Ивахина, Ольга Павловская, Андрей Авдеев. Новости губернии. Узбекистан. Ташкент. Новости губернии.